Как они, кстати, познакомились, я ни разу не спрашивала у мамы, как это было, представляете? Вроде я знаю дальше историю, а сам момент не спросила. Только сейчас это поняла. Эта история началась в Березняках в 1987 году. Отец Юлии Махмуд Абдурахманов тогда был в колонии-поселении в нашем городе на исправительных работах. 26-летний узбек познакомился с 18-летней красавицей Мариной Вотиновой, мамой Юлии. Но представился он Рустамом. Это была любовь с первого взгляда. 5 мая 1987-го Махмуд освободился, и влюбленные отправились к нему на родину, в Ташкент. Скажем, моя бабушка и чайником бросалась в маму, и замечание делает, как в Монтеке Капулете их называю. В общем, родственники наши, русские, были против него, соответственно, раз он узбек, так скажем. А у него родственники были против то, что мама русская. Из-за разности национальности им не суждено было прожить долгую и счастливую жизнь вместе. В то время у узбеков было не принято приводить в дом девушку до свадьбы. Но о невесту и вовсе выбирали родители. Марину не приняли в семью и прогнали из дома. Они заплаканно стоят, как раз их выгнали из квартиры, когда они в Ташкент приехали. После непродолжительного времени мама Юли еще пожила на съемной квартире в Ташкенте. Но вскоре, не выдержав давления со стороны родственников, вернулась в Березняки. Какое-то время влюбленные еще созванивались. Мама сообщила, что беременна, он говорит, сделай аборт, то есть он не знает, что я есть. И вот оно подкатило, да. Ну и мама думает, что, наверное, он придумал, что в больнице лежал. Он говорит, ну, якобы его побили, стал реже звонить. Я говорю, в больнице там что-то, ребра якобы сломаны. Не знаю, конечно. Ну, мама говорит, наверное, придумал. Ну, а после Махмуд и Марина перестали общаться вовсе. Родственники девушки тоже настаивали на аборте. Но Юля все-таки родилась. Наперекор всем. 19 апреля 1988-го. Марина Вотинова еще пыталась найти Махмуда. Звонила в квартиру в Ташкенте. Отец раньше жил в самом центре, недалеко от индийского магазина «Ганга» у цирка. Но ничего из этого не вышло. Семья уже переехала в другое место. А нет, все. Больше в Ташкенте не было. Я вот тоже думаю, может, есть повод когда-нибудь съездить. Мама говорит, очень красивый город. И, может, я поеду. Слушайте, я даже так интересно. Я, кстати, никогда не вспоминала папу и так вот не ревела. Так не вздумывалась. Я просто рано сама вышла замуж. Теперь у девушки своя. Большая крепкая семья, трое детей и заботливый муж. Скоро все вместе они переедут в Калининград. Насовсем. Поэтому с поисками отца Юлии решили не затягивать. Кто бы мог подумать, но все решил челлендж в Инстаграм. Поиски начались с рассказа об имени, ведь Юлю хотели назвать Малякой. Но родители сделать этого не позволили. С этого и начался откровенный рассказ для подписчиков. Девушка даже не ожидала получить такой отклик. Подписчики же предложили обратиться за помощью в известную программу «Жди меня». Сто лет я смотрела эту передачу на самом деле. Говорю, потому что всегда боялась оказаться на месте главной героини. Вот она, девушка судьи. Юля встречает отца. А еще подписчики познакомили ее с девушкой с похожей историей. И у которой долгожданная встреча с отцом недавно состоялась. О таком трогательном моменте мечтает Юлия. Даже вот хочется, может быть, хотя бы один раз его видеть. Хотя бы просто послушать, кофе попить. Как это было услышать с его уст. Мама Юлия всегда с теплотой отзывалась об отце. И много раз предлагала девушке его разыскать. И часто она говорила мне, что я на него похожа. У него вот эти вот такие же ключицы, например. Возможно, поэтому у меня не было на него обиды. Потому что я не чувствовала обиды от мамы. И только сейчас, будучи взрослой, Юля до конца осознала, что всем сердцем желает узнать информацию об отце. Как сложилась его судьба. Жив ли он. Помнит ли он возлюбленную с Урала. Кстати, в «Жди меня» Юля все-таки зарегистрировалась. И уже проверила, разыскивает ли ее кто-нибудь. Но девушку никто не ищет. А потому следующий шаг, более волнительный. Оставить заявку на поиск. Мы верим, что долгожданная встреча Юлии с отцом обязательно скоро случится. Елена Катаева, Никита Игнатьев. Наши новости.